Перед началом фестиваля свободного творчества «Атмосфера» среди музыкальных коллективов происходит традиционная жеребьевка. Войти первым на сцену всегда ответственно и волнительно. Ведь нужно уже с вступительных аккордов зажечь публику, а также задать динамику и настроение всему музыкальному событию. Вы вот говорите современно, каждый год это современность, да? Осовременивается. Осовременивается, да, то есть данная ситуация, да? И как вы обратили внимание, поколений очень много, да, и старше поколение моего там возраста, да, за 50 присутствуют и маленькие дети, там, будем говорить, там, раннего школьного возраста. Вот. И это объединяет, что у нас в первую очередь, что музыка, да, что музыка – это вечное, да, все остальное проходящее-уходящее, а музыка – это вечное. На этот раз открыть атмосферу выпала честь резидентам фестиваля – группе «Два неизвестных». В недавнем прошлом очень даже известный, как дуэт с Тэй Янг. Эти ребята играли еще на самом первом фестивале, просто в ином составе. Их стиль – электронный ударный, с примесью рока, рэпа и поп-музыки. Ты превратишься в память на обшаванных заборах. Три буквы в твоем имени запомни короты. Останется стереть, смахнуть все мокрое тряпкой. Также в рамках фестиваля совместно с фондом Лизонька прошла благотворительная акция. Ученики студии Art in Lab – это дети, которые от чистого сердца хотят помочь своему ровеснику, который оказался в непростой жизненной ситуации – Жене Москвину. И пускай у ребят нет денег, но у них есть огромное желание рисовать. Работы юных художников представили на фестивале, где любой желающий смог приобрести их за символическую сумму. Все собранные средства были переданы родителям мальчика на стоматологическую операцию. Самое главное, что люди знают, что это происходит, видят и начинают участвовать. Они понимают, насколько это важно, что они слышат, что этот фонд есть, что есть такие дети, что они рядом с нами. Также в рамках благотворительной акции по сбору средств для мальчика состоялись мастер-классы по аквагриму, изготовлению акварельной открытки и древней индийской росписи из хны – мехенди. Сегодня я была на мастер-классе, мне сделали вот такую вот ручку, мне очень понравилось. Оазица всегда дает новые какие-нибудь ощущения. Если в прошлом году зрительный зал был наполнен максимум наполовину, то в этом не было ни одного свободного места. Всего на фестивале выступило семь музыкальных коллективов из разных уголков Одинцовского района. Новая взрослая группа The Largs порадовала публику композициями, похожими на старый добрый блюз. Атмосфера, как всегда, прошла по-настоящему атмосферно. Организаторы надеются, что в следующий юбилейный 20-й раз фестиваль пройдет еще масштабнее и, как всегда, порадует всех новыми именами, настроением и драйвом. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.